Давайте вместе скажем «Слава Господу!» Я уже второй раз в этот приезд в Вашем собрании и очень рад, что мест практически нет. Слава Господу! Народ Божий имеет ревность и спешат быть в Доме Господнем. И Дом Господень — это не здание. Дом Господень — это не какой-то храм, а Дом Божий — это мы, люди, которых Господь хочет, чтобы имелось место, где Он может пребывать. И Он находит это место в наших сердцах. Слава Господу! И мы сегодня на этом месте поклоняемся Ему, мы славим Его Святое Имя, ибо Он достоин, один Бог. Ему вся слава! Я хотел бы сегодня проповедовать на одну такую тему, можно сказать, даже в какой-то степени рискованную тему такую. В Священном Писании есть очень много мест, в которые употребляет одно слово, и на русском языке оно употребляется очень много раз. Это слово «образ». И можно прочитать несколько таких мест Писания, где это слово употребляется. Вот, допустим, написано в Деянии апостолов, что «Итак мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Вот там употребляется слово «образ». Или другое место еще, в 1 Коринфянам 11,7, там сказано, «Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Но если углубиться в тонкости того, как передано это слово и в каких значениях оно применяется, то мы найдем очень-очень такие интересные вещи. И я хотел бы вас просто как бы заинтересовать в том, чтобы вы посвятили время для того, чтобы исследовать вот даже вот в этом направлении, взять вот это слово и в Священном Писании просто хорошо покопаться и посмотреть, насколько удивительно передается Священное Писание разными словами. Мы пользуемся вот русской Библией, я больше русской Библией пользуюсь. Вы пользуетесь, наверное, больше всего двумя Библиями уже, зная достаточно неплохо русский язык. Используйтесь вашу армянскую Библию. Армянская Библия очень древняя, она очень близка к самым первым таким переводам. И она, насколько я знаю, очень точно передает текст Священного Писания. Но мы осознаем и то, что Новый Завет, он был написан на греческом языке. И когда переводчики переводили, то в некоторых случаях они очень затруднялись. Как передать? Переводчикам было важно передать не значение, а важно было передать именно текст. И до нашего времени дошел текст Священного Писания. Это очень важный момент. Просто он был передан по законам языка, на который переводился. Русский язык по структуре, он очень похож на греческий. Там похожие склонения, там падежи, тоже семь падежей, в русском семь падежей. И переводчикам на русский язык было переводить в какой-то степени не так сложно. Но некоторые слова, они просто не имели такого эквивалента, не имели значения. И вот это слово «образ», оно переводится из различных пяти или даже шести слов, которые звучат по-гречески иначе. А все переведено одним словом «образ». И когда мы углубимся, вот одно из таких слов, оно имеет такое значение на греческом «эйкон». И из этого слова происходит икона. И вот в православных церквях и в других они это значение взяли в то, что и оправдывают то, что можно делать какое-то изображение, потому что есть так написано, некий передаваемый образ. И вот из этого «эйкон», оно имеет тоже значение «образ». И когда переводчики переводили, они перевели образ. Но в других текстах Писания есть так написано, вот слово это «эйкон», и как бы «икона», «эйкон». Коринфянам сказано, ибо мы, и так как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. И вот в этом тексте употребляется вот это слово «эйкон». В другом месте еще употребляется слово «морфе». И это тоже слово, оно приближается в таких словах, очень сложных, метаморфоза, морфе. И оно переводится тоже в значение «образ». И в некоторых текстах Писания сказано, вот который есть образ Бога невидимого, и там применяется вот это слово «морфе». Есть еще одно слово употребляемое, и оно тоже в эквивалентах русского языка звучит, слово «параболе». Это тоже некое сравнение, некое сопоставление, и тоже одно из значений – образ. И в некоторых текстах Писания употребляется вот это слово. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. На русский язык переведено просто «образ». А если взять греческий текст, то там применяется слово «параболе». И можно также найти несколько других. Есть еще одно слово «тупос». Из этого слова мы имеем уже такие значения русского языка. «Типология», «типовой». Вот мы говорим слово «типовой». Это значит «похожий на что-то другое». Но в текстах Священного Писания это было переведено как «образ». Но я хотел бы остановиться сегодня на одном стихе, который записан. И я, когда исследовал это, я был очень приятно удивлен. И на этом основании родилась такая тема. Я ее уже несколько раз излагал, эту тему. Может быть, в разных временных возможностях. И это записано в послании апостола Павла евреям. Проследите, пожалуйста. Мы откроем первая глава. Евреям. Я буду читать с первого стиха, и потом остановлюсь на том стихе, который я взял в основу, можно сказать, в основу своей проповеди. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Ну и дальше еще продолжение этого предложения. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя». Третий стих. В третьем стихе сказано «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей». Когда переводили этот стих писания на русский язык, то переводчики столкнулись с такой сложностью. Как передать, каким словом передать примененное слово? И то, что здесь написано «образ ипостаси», образ – уже привычное слово на русском языке, а «ипостась» этого слова просто никакого эквивалента невозможно было найти. И переводчики оставили греческое звучание. И мы имеем сегодня вроде как русское слово, но оно по-гречески звучит «гупостасис». «Гупостасис». Наверное, в армянской Библии может быть то же самое взят. Или есть перевод, да? А в русском языке просто не нашли. И оставили греческий вариант. А слово «образ» в этом тексте, он переведен из одного слова, которое в Новом Завете употребляется всего лишь один раз. И это слово звучит по-гречески. Послушайте внимательно. По-гречески звучит это слово «характер». «Характер». А многим русским особенно кажется, что слово «характер» — это совершенно русское слово. Мы к нему настолько привыкли, что это обыкновенное слово, очень часто употребляемое. А это греческое слово «характер». И когда переводчики переводили, то они тоже не могли найти, как это передать. И в некоторых переводах даже употребляется тоже вот это слово, как оно звучит в подлинном тексте. А на русский язык это перевелось таким образом, что «сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его». Это было сказано о Сыне Божьем. Кто Он такой? Каким образом Он явился и кто Он есть? И Он есть, как сияние славы Его, Он неотделим от Отца. И Он есть образ Его сущности, Его личности, но Он есть тоже личность. И Он есть Бог, и Он полностью отражает. И вот это слово, которое применяется «характер» и передается, и если посмотреть в тексты Нового Завета, нигде больше это слово не применяется. То есть оно имеет особенное значение. Но на русском языке не нашлось эквивалента, и вот мы пользуемся тем, что написано «образ ипостаси». И это правильно, но только нужно углубиться в то, что оно отражает и какое оно имеет важное значение. Отпечаток – это так переводится это слово, значение его характера, означающий отпечаток. Это нечто такая особенность, что этим словом передается такое значение, что это не просто что-то похожее, как типовое, как картина, нарисованная вторая копия, а это как что-то проштампованное, которое имеет неизменное значение, которое нельзя просто так изменить, которое как бы вот на металле, если наносят какое-то изображение, то штамп, если как бы поставил свой отпечаток, его изменить невозможно. Так Сын Божий как раз отражает Собою Отца. Он носит Его полный отпечаток. И мы в этом тексте Писания как раз видим, что есть вот это единство того, что Бог Отец и Сын и Дух Святой – это троица действующая, но все это единый Бог. И мы утверждаем то, что мы поклоняемся единому Богу, но Он действует в трех лицах. И Сын Божий, Он пришел к людям, и Он показал людям, что есть Бог, и люди могли видеть Бога, но уже в образе человека. И сказано, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, будучи в нетре Отчим, Он явил. Он с неба пришел, и Он показал людям Отца. И когда Иисус Христос был на земле, то Его ученики в определенный момент, уже много слыша Его проповеди, слыша Его учения, они осмелились подойти к Нему и как бы так тихонечко спросить. Ну, Ты уже много нам сказал, мы уже много слышали, но вот еще нам бы хотелось, чтобы Ты показал нам Отца. Покажи нам Отца, и нам довольна будет. И Иисус, как бы с удивлением этот вопрос был в том, что, ну как, я столько с Вами, я столько с Вами нахожусь, и Вы мне задаете такой вопрос. И Он сказал о том, что, видевший Меня, видел Отца. То есть, нельзя показать был Отца, а я вот здесь с Вами, и я Вам Отца показываю. И тот, кто видел Меня, видел Отца. Мы на земле живем, и мы по нашему внешнему виду иногда отображаем похожесть, и со стороны люди могут даже вычислить и сказать, это вот сын того-то, это сын того-то. Как бы декая похожесть. Мы носим в себе некий такой отпечаток по нашему роду. Но Иисус Христос указывал не на какое-то внешнее сходство. Он не показывал на то, что вот Вы видите Меня, а они видели человека. Они видели подобного себе, и Он ничем особым не отличался. Им было даже удивительно слышать эти слова, что мы видим Тебя, и значит, мы видим Отца. И Отец что, такой же? Но Иисус указывал не на это внешнее, а Иисус указывал на то, что то, что Вы видите во Мне, то, что исходит от Меня, то, что Я показываю, то, что Я могу, то, что Я делаю, то, что Вы от Меня получаете, это все и Отец Небесный дает. И Сын Божий, Он не приписывал себе славу, Он всегда почитал Отца, Он помнил об Отце и говорил о том, что Я получил заповедь от Отца, и Я ее передаю. И все, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец. И Он даже показал, в примере того, что Он, будучи на земле во плоти, Он показал, что Он нуждается в Отце. Он молился, Он ходил на гору, Он призывал Отца, и Он получал эту силу от Него. Но Он одновременно был и вот этим отражением, Он был одновременно этим образом Бога невидимого. И люди, всматриваясь в то, что совершал Иисус Христос, и, вслушиваясь в Его учения, они видели, что и речь Его не такая, как других людей. И видели это даже враги Иисуса Христа, книжники, фарисеи, которые видели в Нем как бы некого конкурента, и они, может быть, где-то с завистью смотрели, но все равно они видели, что слова Его не такие, как их, а слово Его, оно приправлено всегда с солью. Исходящее слово от Него было слово благодати. И Иисус Христос на земле полностью отобразил Отца. Но мне было интересно в том, чтобы углубиться в значение вот этого слова, характер, в том отношении, что иногда мы применяем это слово к себе, и мы в какой-то степени, если назвать такое слово, спекулируем этим словом. И это слово, его значение, не углубляясь больше, мы присваиваем себе некое право, что что-то у нас есть такое, которое относится к характеру. И мы говорим о том, что это у меня есть, и оно носит такое отношение, что оно как бы неизменное, что оно не может измениться, это уже на мне есть, это некая печать. И в этом отношении хотелось бы, чтобы мы из этого текста Писания перевели это на то, чтобы найти для себя некое такое значение важное в воспитательном смысле. И в Священном Писании очень много есть таких указаний на то, чтобы мы себя приводили в некий образ, в образ того, кто является совершенством. И этот образец совершенства, он для нас показанный. То есть для того, чтобы себя самого привести в какую-то меру, мы знаем, где это увидеть. И в Священном Писании указывается на то, что есть этот образец, и этим образцом для нас является Сын Божий Иисус Христос. Почему Он является для нас самым лучшим образцом? Мы можем сказать, что мы могли бы, и так есть написано, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Но Иисус Христос, Он себя проявил, будучи во плоти, как мы на земле. Он ходил ногами своими на земле. Его люди видели, Его люди слышали, и о Нем написано, что Он говорил, что Он делал, каким образом Он совершал свой труд, свое служение, какие были в Него взаимоотношения с близкими, какие были в Него взаимоотношения даже с врагами. И Он является образцом совершенства для нас. Слава Богу нашему, что мы имеем этот образец, на который мы можем равняться. Но когда мы употребляем вот это значение, и иногда мы оправдываем свое поведение, оправдываем свои поступки, оправдываем свои действия, называя, что это у меня такой характер, что это присуще мне. кто-то может сказать, ну, я такой родился. Кто-то может сказать, что, ну, дедушка у меня был такой, он имел такой крутой нрав, он имел такую вот особенность, и это вот мне передалось. И очень часто мы употребляем это слово, как бы не очень углубляясь в то, что оно имеет в глубине значения. И мы хотим очень часто просто приучить людей других, чтобы они меня учитывали. И я говорю кому-то, что, ну, ты уже знаешь меня, и, пожалуйста, меня в каких-то случаях не трогай. Очень часто бывает, что мужья, они свою жену приучают к себе и приводят к такому положению, что ты вот это, что во мне веришь, ты, пожалуйста, не трогай, ты просто это учитывай. Иногда, наоборот, жена может мужу говорить о том, что у меня такой характер. И получается, что это слово, которым отражается сущность сына Божьего, это слово, оно у нас приобретает некий негативный характер. И мы этим пользуемся для того, чтобы самого себя оправдать. Но если мы говорим о том, что это во мне есть, и оно является каким-то неизменным, и это точно так. И мы иногда характеризуем какие-то предметы, мы характеризуем какие-то технические приборы, и употребляется эта терминология точно так же. И человека тоже мы характеризуем и говорим о том, что у него вот такие, такие, такие наклонности. Характер – это нечто неизменное, которое повторяющееся при определенных обстоятельствах, которое не меняется. То есть это некая уже приданность определенного человека. Но с другой стороны, если сказать, может ли что-то поменяться в нас? Можем ли мы меняться? Может ли этот характер стать другим? Может он приобрести себе новый образ? И мы с уверенностью можем сказать, что Бог в этом человеку может помочь. Слава Богу нашему. Что человек, он не обязательно должен этим спекулировать и закрепить в себе то, что является якобы неизменным. Есть много вещей, которые у человека были как пороки, и человек, когда обратился к Богу, то Бог освободил от пороков. А если связать этот вопрос вот с этими некими наклонностями нашей эмоциональности, наших каких-то вот действий, которые выражаются через наши слова, через нашу какую-то, бывает, раздражительность, нервозность, через какую-то злобивость и так дальше, иногда люди думают, что это просто наше такое, и оно уже становится неизменным. Но есть Бог, который может поменять человека полностью. И Священное Писание указывает на то, что мы не должны на этом останавливаться. Если Господь освободил нас от великих пороков, если Господь освободил нас от того, что люди не могут сами освободиться, то силен Бог поменять и наш вот этот природный характер, чтобы он изменился, и он стал похож на того, который есть для нас образец, который есть для нас вершина, а это наш Господь и Иисус Христос. Слава Ему! Посмотрите, в послании апостола Павла и Ефесянам сказано вот о том, что хочет и что ожидает от нас Господь. Четвертая глава, мы прочитаем несколько стихов. Сказано, «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших», 29 стих и ниже, «а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы започлены в день искупления, всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И переходя в пятую главу, там как раз и написано, что я уже сказал, «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Так же сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Это все говорится о человеческих наклонностях. Есть некоторые вещи, о которых Священное Писание говорит, что это, оно даже не должно у вас именоваться. Как бы это уже не ваш уровень, вы уже от этого освобождены. Бог вас вывел из этого мира, и все то самое грешное, самое скверное, Он уже удалил, Он освободил и помог нам стать в этом отношении новыми людьми. А теперь Бог хочет, чтобы и наш характер, он полностью поменялся, чтобы мы с Собою отражали Иисуса Христа, чтобы мы с Собою отражали того, который есть образ совершенства, и который этот образ людям принес и показал Отца. Он отразил полностью С Собою того, кто есть и достоин поклонения, наш Бог Небесный. И послание апостола Павла филиппийцам мы тоже читаем. Вы, 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Ибо он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Это пример, это то, что Священное Писание указывает, есть нам на кого смотреть, есть Тот, Который на земле показал полностью в различных ситуациях, в самых кризисных ситуациях, но Он не совершил никакого греха. Он не произнес ничего хулительного, Он не произнес ничего оскорбительного, Он не согрешил. И Он является образцом для нас. И сказано, чтобы мы подражали Ему, как чадо возлюбленные. И в этом месте сказано, что у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И это возможно, если только мы признаем, что мне надо меняться. но очень часто я еще раз возвращаюсь к этой мысли, как бы главной мысли из того, что хотелось бы передать, что мы присваиваем себе право быть таким, каким я есть. И мы хотим, чтобы все вокруг нас просто меня учитывали. Но если муж так хочет, чтобы жена его так учитывала, или наоборот, жена хочет, чтобы муж ее никогда не трогал, потому что она такая, то Священное Писание, оно говорит нам о том, что и мы должны как бы сами себя в этом отношении осудить, сами себя выставить наружу в том, что почему это должны люди меня учитывать? От меня должно быть ожидание то, которое требует Священное Писание. Я должен носить собою образ того, которому должен приближаться, потому что я уже себя связал с этим, я назвал себя христианином, я дал обещание Богу, я принял крещение, я связал себя с тем, который является для меня образцом, и потому я не имею права, чтобы закрепились во мне те качества, которые, казалось бы, неизменные, я просто должен работать над собой, я должен это вынести наружу, как покаяние пред Богом, я должен признать перед Богом, что я могу измениться, и этому содействует Бог, слава Богу нашему. Когда я углублялся в этот вопрос, я заметил, что и я тоже такой, и в некоторых вопросах я свою жиду тоже где-то чуть приучал к тому, что, ну, ты же знаешь меня, а с другой стороны, она мне может сказать, а я не хочу знать тебя таким, я хочу, чтобы ты был таким, каким ты должен быть, и мы этим, бывает, пользуемся, но если кто-то говорит, что у меня такой характер, и даже песни на это складывают, и говорит, ты же уже как-нибудь старайся ко мне так подходить, зная, что у меня такой характер, но когда мы хотим себя оправдать вот этим оправдателем всех оправдателей, то мы должны помнить, что означает это слово, а это слово означает отпечаток, и если я говорю кому-то, что у меня такой характер, дальше продолжай и говори, я ношу на себе отпечаток, чей? Чей отпечаток? и нам иногда не захочется сказать, чей отпечаток я ношу, потому что там отпечаток, я могу сказать, это дедушка, а дедушке кто его дал этот отпечаток? И мне придется признаться, что я имею вот этот характер, хочу себя всех приучить к себе, не трогайте меня, и даже бывает о каких-то людях, люди друг другу шепчут на ухо и говорят, ты его не трогай, у него такой характер, ты его как-то обходи, он такой, хорошо, если это где-то люди на работе, а если такое положение будет в церкви, а если такое положение будет у служителя, что это хороший служитель, но у него такой характер, вы старайтесь его как-то там сильно не трогать, или же муж, жена, или другие, и мы друг друга как бы в этом отношении оправдываем и делаем неизменными вещами, которые могут меняться, а мы просто этим не занимаемся, мы думаем, что это что-то закрепленное настолько, как подобно отпечаток на железе, но если я сам себе признаюсь в том, что я имею характер, и я ношу на себе отпечаток, и если я скажу, на мне еще есть отпечаток дьявола, это уже не хочется так сказать, но это так есть, и то, что мы в себе не меняем, то, что мы в себе присваиваем право быть такими, а других приучаем к себе, то нам Священное Писание говорит о том, что, друг дорогой, ты должен меняться, и есть тот, кто тебе поможет, если ты сам не можешь себя укротить, то тебе надо, как в технике, если металл покороженный, как его можно исправить, ну, есть вальцы, пойди этот металл, настрой эти вальцы, пропусти через эти вальцы, и выровняется, может быть, там какие-то еще останутся, как маленькое изображение, но вот эта неровность, этот отпечаток, он станет ровным, но это же больно, это же нелегко пропустить через вальцы самого себя, но надо это сделать, и само даже признание перед Богом, что, Господи, я нашел в себе, это я спекулировал, это я хотел других приучить к себе, но этот отпечаток, который я еще ношу на себе, отпечаток дьявольский, я не хочу, чтобы это было, я хочу, чтобы все изменилось, и начнется перемена, я помню, мое покаяние в юности, главные вопросы были, как раз связаны вот с этими вопросами характера, еще не было каких-то больших пороков, были только уже к этому позывы, наклонности, а было вот это не, как бы, невозможность во взаимоотношениях со своими братьями, вот бесконечно с братом у меня были конфликты, я с ним дрался за мелочи какие-то, вот колпачок от велосипеда, у моем велосипеде, он выкрутил, или я у него выкрутил, и он у меня этот колпачок забирает, и я с ним дерусь до этого, мама плачет, не может развести, и в конце концов он этот колпачок вот с моей руки уже вот-вот-вот-вот-вот заберет, и я его выбросил в траву, это же зло такое, это же, вот, и потом иду, и мне самому совестно, ну ладно же, пусть бы он хоть попользовался, а так никто не попользовался, и я сам от себя мучился, что вот я не могу с собой ничего сделать, имбама плачет от меня, но когда Бог вошел в сердце покаянием, Господь освободил меня от этого, Господь изменил меня, и пришла любезность, пришло доброе отношение, появилось и терпение, появилось доброе и уважительное отношение, что вокруг все меняется, и оно должно еще быть не только вот как бы эпизодами какими-то, а оно должно быть закрепленным и поддерживаемым тем, что у нас есть вот эта плотская натура, которая иногда хочет снова это изображение проявить, чтобы ты был таким, как был когда-то, и ты найдешь способ, как себя оправдать, но себя оправдывать нельзя, есть писание, есть образец, есть параметры, и все эти заповеди, которые написаны, на которые мы, может быть, даже, и не сильно обращая внимание, подобно, как вот здесь написано, раздражение, гнев, крик, повышение голоса, если не сказать, злоречия, со всякой злобою, да будут удалены от вас, и если сказать, что это невозможно, значит, мы можем сказать, что не силен Бог, значит, Бог бессилен в этом вопросе, а мы знаем, что Бог силен и в этих вопросах, слава Ему, если мы только признаем себя, если ты хорошо посмотришь на себя и выпишешь это все, то, что ты все время оправдывал характером, и это все выпишешь на бумажку, и где-то себе, может быть, приклеишь там возле твоего рабочего стола и скажешь, Господи, вот это предмет моей борьбы, уже того порока этого мира нет во мне, а вот это я еще так любил, подобно, как какой-то старый кожух или старое пальто, побитое молью, но никак не хотел выбросить, а Священное Писание говорит, надо совлечься от этого ветхого человека и облечься в нового, то есть, как бы раздеться, все старое должно уйти, но нужно одеть эту новую одежду, одежду праведности, одежду нашего доброго поведения, чтобы от нас ожидали всегда только того, что исходило от Иисуса Христа, чтобы не обходили нас стороной, а могли смело к нам подходить и знали, к Нему подойдешь, Он всегда улыбнется, к Нему подойдешь, Он не оттолкнет, к Нему подойдешь, Он поможет и это станет уже нормой, что и вокруг люди, они не будут нас бояться, они не будут нас как-то учитывать, они будут ожидать от нас того, что мы видим, как добрые качества и подражание тому, кто является образцом совершенствовать для нас, а этот образец, он ясно прописан в Священном Писании, слава Богу нашему, не все сразу получится, но конечный результат будет славным, если мы только поставим себя, если мы подойдем под эту изменяющую руку Господа, Господь это совершит. одна сестра ко мне подошла и говорит, я не знаю, что с собой делать, детей много, много раздражительности в доме, и я такая крикливая, и заметила, что и дети мои становятся крикливыми, и шума много в доме, что делать мне? Я говорю, сестра, где ты больше всего времени проводишь? Ну, естественно, на кухне. Я говорю, возьми листочек бумажки и напиши, я крикливая, и приклей это, я крикливая, и начни работать, варишь борщ, жаришь картошку, и видишь, еще такая, да, еще такая, Господи, прости меня, Боже, помилуй меня, Боже, помоги мне, освободи меня, Господь, дай мне, чтобы это от меня ушло, распиная себя, и так написано, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если таким образом мы это сделаем, и потом она приходит, я ее спрашиваю, она говорит, лучше стало, ну, теперь уже напиши, а теперь уже некрикливая, можно победить, можно победить раздражение, можно победить гневливость, можно победить даже молчанку, иногда молчание слишком крикливо, если жена день молчит, это очень бьет по ушам, хотя, вроде бы ничего не делает, но это мучает другого человека, но давайте присвоим себе право, ну, я такая, но ты же меня, пожалуйста, не трогай, ты же меня, пожалуйста, не трогай, сказать, почему я так должен сказать, не присваивайте себе право, давайте так сделаем, не присвоим себе право на то, чтобы что-то закрепилось, почему, потому что если мы оправдываемся характером, значит, мы носим на себе этот отпечаток еще дьявольский, а что будет дальше, как мы к ним с этим отпечатком пойдем навстречу Иисусу Христу, и он скажет нам, разве тебе не доставало моей силы, чтобы тебе измениться, я готов был помочь тебе, но ты себя любил в этом, и ты не хотел изменяться, ты думал, что это ты таким и умрешь, а Бог наш, Он нас меняет, слава Богу нашему, и это возможно, это доступно, потому что есть действие Его благодати, слава Богу нашему, и закончил я одним стихом Писания, который я хотел бы, чтобы вы Его выучили наизусть, запомните, это 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы же все открытым лицем, пока ты себя не откроешь, пока ты себя не признаешь, не будет перемены. Но есть у нас образец, и мы видим эту славу Божию в лице Иисуса Христа, Он отобразил полностью образ Отца, Он показал все, и мы, взирая на Его славу, можем преображаться в тот же образ. И это не сразу получится, потому что причина в нас. Что-то мы в себе больше любим, и мы постараемся то как бы не трогать, а что-то мы захотим раньше, но если захотим все изменить, все изменится, и станет лучше и лучше, от славы в славу, и этому содействует Дух Святой в нас, слава Богу нашему. Пусть это будет благословением для нас, чтобы мы, вникая в то, кто есть для нас, Иисус Христос, который есть образ ипостаси Его, который носит в себе характер ипостаси Его, как бы отпечаток, полностью отразивший, пусть будет и в нашей жизни, чтобы люди смотрели на нас и видели Иисуса Христа, и сказали, Он не просто называется христианин, а Он таковый есть. Его не сбьешь, Его не озлобишь, Его не выведешь из равновесия. Я работал на заводе, и был один мастер, с которым мне приходилось работать, и мне говорили, ты с ним не сможешь сработаться. А я думаю, как же мне с ним сработаться, я же христианин, и он такой, как бы достает, достает и вызывает внутреннее раздражение. И я ему сказал такую фразу, слушай, ты меня не выведешь из себя, я тебя перетерплю, я тебя перетерплю все равно. И мы стали друзьями с ним. Вот он понял, что? Нет, он не специально это делал, но это дьявол через него. И он вызывал во всех людей раздражительность. А мне было с ним легко потом. И я потом нашел, что в него есть, у этого человека богатство какое-то, но люди его отталкивают, и он уже стал таким, что он просто даже специально себе так ведет. Оказывается, он стихи пишет, он может рассуждать о любви, мирской человек, но он имеющий что-то. Я нашел к нему подход. А то, что я заявил о себе, это я себя связал, я уже сказал, что перетерплю, то теперь уже терпи. И это было победой. Слава Богу нашему. Пусть это будет достояние в наших семьях, чтобы наши жены от нас не плакали, чтобы мужья не плакали никогда от жен, что там есть характер, который неизменный. Все может поменяться. А если вы еще вдвоем придете к такому покаянию и став на колени скажете, давай друг другу поможем. Жена скажет, ты видишь во мне это, так мне трудно победить, давай вместе сражаться. И муж скажет, жена, молись за меня, мне надо эта победа. И эта победа придет. Да благословит всех вас Господь. Аминь. Давайте кратко помолимся. все.